Мои хорошие, всем привет! Добро пожаловать на канал! Меня зовут Лиля. Если вдруг мы с вами еще не знакомы, подписывайтесь обязательно. Буду очень рада вашим лайкам, комментариям, но это исключительно на ваше усмотрение. Я притащила свой заказ в Faberlic, еще притащила свой заказ в Valberis. Сейчас все вам буду показывать. Но вначале хочу поблагодарить всех, кто оставил под предыдущим влогом очень добрые и приятные комментарии в адрес моего папы. Я успела уже рассказать, что ему предстоит операция. Сейчас он готовится. Мы, конечно, очень сильно переживаем. И столько добрых слов вы написали поддержки. Он также читает комментарии. Большое вам за это спасибо! Он в восторге! У тебя такие замечательные подписчики. Так что, девочки, большое вам спасибо! Ну что, давайте начнем с вами с Faberlic. Я уже тут все распаковала, чтобы сильно не шуршать. Девчонки, опять взяла для стирки эти замечательные биокапсулы. Они здесь с пятновыводителем. И тут их 15 штук. Я иногда закидываю одну капсулу, иногда две. Мне очень нравится, какое белье получается. Если не серьезные пятна, то выстирывает отлично. Если серьезные, конечно, нужно уже что-нибудь посерьезнее применять. И в компании с вот этим кондиционером получается очень ароматное белье. Это относительная новинка. Среди кондиционеров так точно новинка. Называется экзотический оазис. Пахнет очень вкусно. Несмотря на то, что здесь есть ноты кокоса, а я их не очень люблю, честно вам признаюсь. Они, видимо, настолько хорошо замаскированы цветочками, что я особо и не чувствую. Но пахнет белье просто шикарно. Поэтому могу посоветовать. Также мне очень нравится их кондиционер Кашемир с пионом, с медвежонком. Классный умягчитель. Вообще мне нравятся продукты для стирки и Фаберлик. Также взяла, девчонки, ловушку. Если вдруг не пробовали, обязательно попробуйте. Переживаете, что белье может перемешаться, что-то полинять. Кинули одну ловушку, она весь удар возьмет на себя. Это уже проверено, действительно. Так, что еще взяла? Маме взяла вот такой девчонки гель для душа. Он ей очень понравился. Называется липовый цвет. Она говорит, я ему все на свете. И волосы, и тело очень нравятся. И в этом каталоге, если берешь что-то из данной серии, то можно было взять зубную пасту за 1 рубль. Взяла, попробую двойной кальций. Может быть, понравится. Так, еще один гель для душа я ей взяла. Это бразильский. Он называется Бонжур, наверное, да? Может быть, не так. Может, я неправильно прочитала. Короче, очень нравится ей аромат. Знаете, такого вот кофе с печеньями. Ну, на мой взгляд, так. Очень вкусно пахнет. Суперский. По рекомендации моей подписчицы, я взяла вот этот шампунь. В прошлом каталоге я заказала их спрей для волос из этой серии. Обалденный. Поэтому думаю, что шампунь будет тоже классный. С вами потом поделюсь впечатлениями. Вот этот спрей мне тоже очень сильно нравится. Вообще, получается, все спреи для волос, которые есть в Фаберлик, мне нравятся. Поэтому могу посоветовать. Волосы мягкие, хорошо, легко расчесываются. В том есть плюс еще термозащиты. Здесь просто такой уход. Так, еще взяла, девчонки, вот этот скраб. Он вначале такой жесткий, но он после того, как тает, тело получается настолько напитанным и увлажненным, что мне захотелось взять еще один. И очень приятный аромат. По-моему, здесь папайя. Точно не помню. Но пахнет классно. Для кофемашины взяла вот такое средство, чтобы периодически его прочищать. И взяла еще девчонки Дейзики. Дейзика взяла 6 штук, потому что была акция. Если вы берете 2, третий в подарок. Значит, я взяла 3 папе и 3 нам с мамой. Ну, все запахи женские, какие есть, я взяла. Вот такой вот фиолетовый, розовый, зеленый. И мужских 2. Поэтому я взяла ему 2 синеньких. Они классно пахнут, хорошо защищают. И один вот такой коричневый. Мужские пахнут вообще нереально вкусно. Так что, девчонки, вот такой у меня заказ. Сейчас все по местам. И покажу вам зонт. Такой классный. Мне очень понравилась идея. Все покажу. Мои хорошие, ну а теперь давайте вместе с вами распакуем зонт, который я заказала на Валберес. Обратите внимание, какая шикарная идея. Ручка, карабин. Я такого, если честно, раньше не встречала. Мне кажется, это просто гениально. А сделал зонт российский бренд Rugerio. И теперь можно не переживать, что где-то его потеряете. Я выбрала в темно-синем цвете. У продавца есть и другие расцветки. Здесь у нас система автомат. И ручка-карабин выполнена из очень приятного материала. Хочется постоянно его трогать. Слушайте, ну наконец-таки можно повесить зонт на сумку или на рюкзак ребенка. И уже точно его где-то не забудете. Он не тяжелый. Купол довольно-таки большой. Надежно защитит вас от дождя. И выполнен, кстати, он из новой ткани 2024 года. Она полностью отталкивает воду. Я на самом деле видела много обзоров на этот зонт. Поэтому нам тоже стало интересно его протестировать. Но смотрите, результат говорит сам за себя. Салфетка сухая. И, кстати, девчонки, обратите внимание, здесь тройные спицы. Аналогов по такой надежности еще точно нет. Поэтому я смело могу рекомендовать вам зонт. Ссылочку обязательно оставляю для вас в описании. Закажите себе и своим детям. Теперь вы будете точно уверены, что нигде не потеряете свой любимый зонт. Вот такой у меня сегодня завтрак поздний. Девчонки, попробовала еще раз делать по вашему совету. В прошлый раз я, значит, добавляла снежок. В этот раз молоко. И получилось очень даже вкусно. Значит, смотрите, я взяла такой спелый банан. Раздавила его сюда, плюхнула. Три столовые ложки семян чия. Одну столовую ложку овсянки. И залила молоком прям доверху. Постояла дочь и получается реально вкусно. Даже не хочется мед, ничего добавлять, потому что уже банан тут очень даже сладенький. Так что даже этого будет много. Реально сытно получается. И мне нравится, как хрустят, знаете, как будто вы едите маракуйю или что-то такое. Вот эти вот семена чия. Очень прикольно. Ладно, тем, кто ест, приятного аппетита. Посмотрите, чем занимается малышка Глория. Она ловит капельки. Слушайте, ребенок завис, наверное, уже на 5 минут. Здесь ей до сих пор это интересно. Я прям слегка приоткрыла кран, чтобы вот так вот чуть-чуть капало. И Глория очень-очень интересно. Слушайте, теперь думаю, знаете что? Главное, чтобы она не поняла, как открывается кран. Глория устроит нам тут так во дискотеку. Придем домой, а у нас тут бассейн. Ну завис, ребенок, завис. Марсику, по-моему, не интересно. Он там валяется в корзинке. Я вам покажу. Смотрите на нее. Оп! Глория, оп! Ну такая она смешная. Марсик, жара июль, да? Кажись, жарко, подмышки вспотели, штанишки вспотели. Да, вот так, вот так, вот так. И баловаться надо. Ты же котоблогер, да? Вот он какой. Вот он какой сладкий мальчик. Со мной сидит на кухне. Я блинчики жарю, хочу сделать с творожной начинкой. И Марсюша ко мне пришел. А в комнате-то кондиционер. Иди, ребенок. Я уже почти заканчиваю. Вот столько сделала. Тесто чуть-чуть осталось. И заверну творожную начинку. Думаю, будет вкусненько. Девчонки, я тут занимаюсь тем, что перебрала все сумки внутренности. Потому что я зачастую что делаю? Закидываю помады. И потом забываю про них благополучно. Срок годности вышел. Здесь уже чуть-чуть крема. Я его выбрасываю. Конфеты, которые сто лет у меня лежат. Чтобы, знаете, если укачала, я всегда конфетки с собой вожу. Вот этот крем уже просрочен. Но я понюхала. Он нормально пахнет. Поэтому я закину в сумку, которую таскаю с собой всегда. И кто-то из подписчиков просил показать все помады. Давайте я сейчас их соберу. И покажу вам. Ну вот, смотрите. Я вытащила все продукты для губ. Собрала по сумкам. В основном у меня это блески и карандаши. Сами помады, как вы видите, у меня только одна вот такая матовая. А нет, вот эту я еще очень люблю. Я вам говорила про нее. Классная. Причем все оттенки у них хорошие. У меня тон номер 17. Такой вот нют розовенький с фиолетовым. Как я и люблю. Губы розочки. Еще 15 тон. Мне тоже очень нравится. И когда-то в рассылке мне положили вот такую вот помаду матовую. Это Стеллари красная. Тон номер 05. Он очень красиво смотрится на губах. Зубы не желтит. Поэтому я оставила. Но пользовалась всего лишь один раз. И то, когда делала для вас обзор. Так красными помадами я практически не пользуюсь. И вот вся моя коллекция. Бальзам для губ. Это у меня It My Balm. Зачастую очень нравится. Он такой жирненький. Хорошо увлажняет. Подруга мне подарила вот такой девчонке. Руж Бани Руж. Я вначале подумала, что это знаете такая миниатюрка. И она когда говорит покупала. Тоже думала, что это ну как пробник, тестер. А оказывается эта помада в таком виде. Это короче дьявольский эликсир. Вот тут вот так и написано. А, нектар. Он очень-очень жжет губы. Ну для того, чтобы их увеличить. Прикольный. Я иногда его наношу, пока крашусь. А потом стираю и карандаш. И губы как будто пухлей смотрятся. Это тоже она мне дарила. Руж Бани Руж. Красивые оттенки. Но я мало чем пользуюсь. Либо я очень экономично, девчонки, использую. 79 тонн и 103. Я вот как раз ей говорила. Очень хочу бежевый. И она мне подарила. Тоже, кстати, от нее подарок. Это Сефара. Блеск очень красивый. Мне нравится. 0,1 тонн. Он тоже с эффектом увеличения губ. Но я чаще всего, девочки, пользуюсь карандашами. Честно вам скажу. Вот. Потом, что у меня есть еще? Это Vivienne Sabo десерт. Номер 01. Слушайте, ну вот это вот гениальная упаковка, на мой взгляд. Вот смотрите. Кажется полный, да? И такая большая, толстая упаковка. А если открыть... Сейчас, секунду. Вот, смотрите. Открыла. И тут практически ничего и нет. Гениально. Кто это придумал, да? Вы покупаете, кажется, такую толстую упаковку. А тут уже, считайте, законченный продукт. Но прикольный блеск. Мне нравится. Он очень нежный. Это, по-моему, даже масло, что ли. Ну, короче, мне нравится, но придумали классно. Также у меня есть от Divash масло. Очень нравится. Классный цвет. Я из шикарной выбрала 0,4 тонн. Вот, совсем недавно купила. Пахнет вкусно и на губах смотрится красиво. Также из бюджетных, прям очень бюджетный продукт. Это Essence Shine Shine. Я вам каждый раз его показываю, когда я захожу в подружку. Жалко, мало оттенков. У меня уже все потерлось. Вот в сумке лежал. Я про него забыла. Но срок еще хороший. Красиво смотрится очень на губах. Мне тоже нравится. Тинт, который я не полюбила, потому что он быстро, быстро сходит с губ. Нанесла, попила воды, поговорила. Тинта нет. Обычно он же въедается намертво. Нет. И я не понимаю, почему на Люкс Визаж такие шикарные отзывы на маркетплейсах, когда он быстро съедается. Не знаю, может быть, девчонкам это нравится. Я покупала вот такой блеск. Помните, заказывала, вам показывала. Красивый, бежевый, тонн номер 507. Это у нас фирма Люкс Визаж тоже. Хороший блеск, кстати. Мне вот такой тестер положили. Помада очень красивая, матовая. Это 120 тонн. Нужно наносить в один слой, чтобы было комфортно и не было трещинок. Вот что хочу сказать. Блеск, про который тоже я забыла, хорошо достала. Ход чили экстракт. Это Катрис, кстати, по сроку. А, все, он просрочен. Ну, посмотрим. Может, оставлю в сумочке. Но я редко так пользуюсь. Масло тоже очень красивое от Арт Визаж. Эйфория. Тонн номер 102. Мне, девочки, очень нравится покупать косметику. Но пользуюсь я прям суперэкономично. Это недавняя покупка. Помните, показывала вам набор? Получилось супервыгодно. Тушь плюс этот блеск 300 рублей. Это у меня тонн номер 01. Так, еще вот это масло. Тоже очень нравится от Стеллари. Потрясающее. Тонн номер 01. Такое вот золотое. Прямо вот им пользуюсь, как вы видите. И блеск от Clorans. Ничего особенного, но я хотела его попробовать. Может быть, еще не распробовала. Мои любимые карандаши. Это, конечно же, девчонки Miss Thaise. Бюджетные, очень красивые. По оттенкам аналогов я пока не нахожу. Это 769 тонн и 780. Самые любимые. Очень красиво смотрятся на губах. Стоят супер бюджетно. Обожаю. Также у меня есть вот такой тонн, но я им редко пользуюсь. 765. Такой коричневый, темный. Он неплохо смотрится с вот этой помадой. Это мне тоже, по-моему, вместе с этой помадкой присылали. 08. Неплохой тоже. Но оттенок, наверное, не совсем мой. Он такой, знаете, коричнево-рыжеватый. Я же люблю вот такие вот розово-фиолетовые. Ну, чтобы побольше таких розовых оттенков было. Это мне подружка, по-моему, дарила. Да. Тоже ружба, а не руж. Тоже очень красивый оттенок. Вот что-то я про многие забываю. Пользуюсь, вот как вы видите, только этими. Ну, все. Я вам показала всю свою коллекцию. Сейчас расположу здесь на столике, чтобы почаще им пользоваться и не забывать. Слушайте, такая погодка. Как будто вот-вот и дождь пойдет. Я вышла на улицу, но мне, как обычно, нужен кошачий корм. Они хорошо питаются, так же, как и я. Вот, еще яйца кончились. И хочу еще пройтись по магазинчикам. Беру вас с собой. Главное, чтобы не палил дождь. Я везунчик. Пошел дождь. Я без зонта. Я не думала, что пойдет дождь. Обычно тучи с гор часто, знаете. Обычное явление. А тут... Привет, Диль. Привет, Диль. Слушайте, вот дождь окончился. Все намочил. Меня намочил. Я вся такая мокренькая. Встретила подписчицу свою, Аллочка. Огромный тебе привет. Она говорит, я иду к стоматологу. Она как раз в ту же клинику, что и я. Побежала тоже без зонта. И я тоже. Надо было взять, повесить зонт вот этот с карабином. Я что-то не подумала. Ладно. Эти еще закрыты. Я такая не поняла. Они ночью распускаются, открываются или днем? Фу, я вся мокрая. И выгляжу как чучундра. Ну, ничего страшного. Мои хорошие, я уже дома. Приняла душ. Ничего толком не снимала в магазине. Но купила все, что мне нужно. Потому что, знаете, я попала под дождь. И потом так начала парить на улице. Что я обратно шла. И такое ощущение, что с меня вот этот вот пар выходил, если честно. Все купила, что нужно. Кошачий корм. Продукты. Дотащила два тяжеленных пакета. Лишний раз убеждаюсь, что доставка ролит девчонки все-таки. Еще я купила вот такой спрей. Помню, что мне кто-то в комментариях писал, что самый крутой спрей-фиксатор. И мне рекомендовали взять именно увлажняющий. Он сейчас на скидках Магнит Косметик. Поэтому я взяла попробовать. Был еще и матирующий. Но если я не перепутала. Девушка в комментариях наоборот написала, что матирующий делал на ее лице какую-то лепешку жирную. Да, вот перемешавшись с макияжем. А увлажняющий ей очень понравился. Попробую. 300 с чем-то рублей. Накупила корма. Все как надо. Яйца, продукты. В общем, все дотащила. Сразу же бегом в душ. И мне теперь хорошо. Делаю последнюю маску Japan Girls. Кстати, девчонки, я была не права. Признаю это. Я думала, что когда будет последняя маска, у меня прям вот все будет сахара на лице. Эту маску можно будет просто выкинуть. Нет, пожалуйста. Маска последняя также хорошо пропитана. Поэтому можно смело брать 30 штук. И мне кажется, это более экологичный вариант. Потому что вы выбрасываете только тканевую маску, используя. А не каждый раз упаковку и маску. У вас одна упаковка. Вы просто достаете. Я хранила в холодильнике. Вот так вот еще завернув. И зацепив этой прищепкой. Все супер. Так что мне понравились маски. Возможно, потом возьму еще. У меня были гиалуроновые, направленные на увлажнение. А, еще я взяла вот такие вот в магнике классные чистилки для одежды. Мне нравятся они больше тем, что они идут спиралькой. Отрываются они ровным листом. Например, в фикс прайсе ровным листом отрывается. И каждый раз не полностью. Поэтому беру в магните. В магнит косметик. Замечательно. И вот, наконец-таки, привезли. А с запасными блоками. Это очень удобно. Ну что, вот такой сумбурный влог у меня получился. Ну, все потому что, знаете, очень сильно переживаем. Мысли не здесь. Папа сегодня съездил с утра, сделал ФГДС. Ну, это когда надо трубку глотать. Первый раз переживал. Там, короче, был вариант, когда можно сделать наживую, так сказать. И есть вариант с наркозом. Наживую 4500, с наркозом 11500. Но мы так подумали, да. Там ему предстоит наркоз при операции. Тут. Но я не знаю по поводу наркоза, что и как. Я читала, что можно делать столько, сколько необходимо. Сколько требуется, да. А кто-то говорит, что наркоз отнимает часть жизни. Но, по идее, у вас полностью расслабляется организм, да. Замедляется, наверное, сердцебиение. Это я точно не знаю. Но вот если так подумать, мне кажется. Может быть, я ошибаюсь. Мне кажется, наоборот. При этом организм полностью расслабляется и отдыхает. Может быть, не так. А может быть, наоборот. Да, там все замедляются процессы. И не идет это. Короче, не знаю. Вот такая вот интересная вещь. Спасибо еще раз большое вам за пожелание успешной операции. Вы рассказали свои истории. Кому тоже что предстоит. Все будет хорошо, девчонки. Знаете, вначале было страшно. Потом думаешь, ну, миллион людей делает операцию. Тут это необходимо, чтобы в дальнейшем, да. Потому что сказали, если эту штучку не удалить, то она может закрыть мочеточник, или как это правильно называется. И будут сильные боли. И тогда уже нужна экстренная операция. А тут мы вам удалим. Все будете жить себе припеваючи. И как раз он, получается, к своему дню рождения вернется домой. Мы успеем подготовиться. Я уже заказала один подарок. Уверена, он ему понравится. Вот. Не буду все раскрывать, потому что он смотрит мои видео. И, конечно же, он читает комментарии. Поэтому спасибо, девочки, вам большое за внимание. Буду с вами уже прощаться. Увидимся в следующем влоге. Буду держать вас в курсе. Все рассказывать. И пожелайте нам удачи. Сегодня ночью папа уже уезжает в Краснодар. Ну, а когда он вернется, вот не знаю, мы, может быть, поедем в Краснодар тоже, чтобы с ним вернуться. Или он сам. Мы хотели поехать, на самом деле, сразу. Он говорит, нет. Я буду переживать. Где вы? Что вы? А так я спокойно в больнице. Вы со мной на связи. Все хорошо. Так что вот такие дела. Ладно, девчонки. Целую, обнимаю. Пусть у вас все будет хорошо. В следующем влоге уже увидимся. Пока.